Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях среды. 24 мая вам расскажут мои коллеги и я, Инга Агабишия. Во всех школах Сочи сегодня прозвучал последний звонок. На встречу экзаменам шагнули почти 2000 выпускников. В центре Сочи сегодня прошел крестный ход. Православные отметили день славянской письменности и культуры. Айфон за уборку. Итоги Всероссийского экологического субботника подвели в Адлерском районе. Все революционные решения в отрасли теперь в Сочи. Открылась выставка строительства и благоустройства. Российский футбол ждет импортозамещение. Эту идею губернатора Кубани накануне поддержал президент Владимир Путин. В отечественных командах сейчас слишком много легионеров. Об этой и других спортивных проблемах говорили в Краснодаре на заседании Совета при президенте. Обсуждали массовый спорт, который сейчас активно развивается, особенно в Краснодарском крае. Подробнее наши коллеги из Краснодара. Тренировки по 5 часов 6 дней в неделю. В этом секрет успеха Дарьи Скрипник. В свои 16 девушка уже мастер спорта международного класса и чемпионка первенства Европы по спортивной гимнастике. На тренировочный мат вышла раньше, чем пошла в школу. Ей тогда едва исполнилось 5 лет. А сегодня уже не может представить свою жизнь без гимнастических снарядов. Любовь к спорту ей с самого детства прививали не только родители, но и учителя. Очень сложно бывает иногда перебороть себя. Своё упрямство, например, когда тренер ругается, а у тебя не получается и хочется сказать, что всё, надоело. Заслуга тренера, возможно, научить и иногда даже заставить ребёнка делать что-то, когда он отказывается. Тренировочной базой для многих нынешних и будущих олимпийских спортсменов стал спорткомплекс «Чемпион». 13 больших залов для занятий борьбой, боксом, гимнастикой, акробатикой, фехтованием. В каждом современное оборудование и инвентарь. Здесь никогда не бывает пусто, говорят тренеры. От желающих заниматься спортом просто отбоя нет. У нас вечером, если прийти сюда на набор детей, у нас здесь вступить некуда. Здесь очень много и девочек, и мальчиков. То есть идут очень и с удовольствием идут. «Чемпион» – это лишь одна из тренировочных площадок большого города спорта, показывает макет президенту губернатор Краснодарского края. Рядом баскет-холл, домашняя арена команды «Локомотив Кубань». Большой ледовый дворец, где тренируются фигуристы и хоккеисты. По соседству возведен фундамент еще одного комплекса по водным видам спорта. По проекту там четыре бассейна, где смогут проходить соревнования по плаванию. Но ставку власти региона делают в первую очередь на развитие спорта в небольших городах и станицах. Этот огромный город спорта сам по себе не будет настолько эффективен, если не будет в регионе создана система физического культуры и спорта в целом. То есть со спорта пешей доступности в районах, где живут люди, начинается сам спорт. Сегодня у нас принципиально важно, что мы создали в районах 282 школы спортивные. Кроме того, у нас каждая школа, образовательная, имеет спортивный клуб. Этот клуб возглавляет учитель физкультуры. Ему недоплачено то, что он возглавляет. Помимо того, спортивный зал школы работает до 22.00. То есть дети, которые живут вокруг, это на самом деле самое быстрое место дойти, чтобы заниматься спортом. Они пешей доступностью могут дойти. Это вот те ручейки, которые по большому счету образовывают спорт высоких достижений. Город спорта уже сегодня главный центр в крае по подготовке Олимпийского резерва. Здесь ежедневно занимается больше двух тысяч детей. Президент побывал на тренировке у боксеров, а после заглянул к самым маленьким спортсменам. В зале гимнастики они только начинают делать свои первые шаги. Но выдержка видна уже невооруженным взглядом. Что глава государства сказал этим ребятам и что пожелал, наверное, останется их маленьким секретом. Но эту встречу они уж точно не забудут. Очень сильно много. Да, очень-очень-очень. И как? Впечатления? Бомбанское. Руки и ноги все трясутся. От олимпийских видов спорта перешли к игровым. Президенту показывают футбольное будущее Кубани, а может и всей страны. На площадке одной из крупнейших детских спортивных школ Европы. Глава государства вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края побывали на тренировке воспитанников школы ФК Краснодар. Это уже не первое знакомство Владимира Путина со спортивными объектами Краснодара. В городских тренировочных залах его уже встречали, правда, тогда в статусе премьер-министра страны. Было это за тысячу дней до Сочинской Олимпиады, когда вся Кубань и вся страна, казалось, переживает спортивный бум. Символично, что сегодняшний совет по развитию физической культуры президент Владимир Путин проводит спустя чуть более тысячи дней, но уже после Больших Зимних игр. За последние три года количество мальчишек и девчонок в секциях края увеличилось в разы. Вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой стало модно. Но чтобы вырастить конкурентоспособных атлетов, необходимо обеспечить непрерывность подготовки, считает Владимир Путин. От секций в школах до спортивных вузов. А тех, кто выделился, важно вовремя поощрить. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, по всякому случаю по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются. Направляются очень большие и не всегда обоснованно. В составе сборных команд страны сегодня около тысячи спортсменов из Краснодарского края. Но потенциал у региона больше. В качестве примера Вениамин Кондратьев приводит краснодарских футболистов. Футбол для нашего региона – это базовый вид спорта. И вы сегодня тоже были на базе футбольного клуба «Краснодар», где 10 тысяч сегодня мальчишек занимаются спортом. 10 тысяч. Я не говорю про краевую школу футбола. И что хотелось бы, чтобы у них была перспектива, у этих мальчишек. Дело в том, что на самом деле они должны быть востребованными, в том числе и нашими спортивными клубами, и нашей сборной. И, конечно, можно через них возразить и сказать, что они должны быть талантливы. Безусловно, но можно с ними возиться, а можно купить легионера. Тогда, конечно, никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли. Больших звезд уже нет. Поэтому можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе. Сто процентное. Спасибо. Правильно, согласен. Растить нужно не только спортсменов, но и тренеров. Ведь за каждым олимпийским чемпионом стоит наставник. А это должны быть квалифицированные и подготовленные люди. Так как это делают в Краснодарском крае, приводит пример Виталий Мутко. Заявка наша за государственный заказ на 6 тысяч специалистов, которые мы бесплатно готовим. Задача надо, чтобы все мы не просто сегодня говорили о каких-то серьезных вещах. Чтобы в том числе и федерации заказывали себе таких специалистов и тренеров. Заказывали. И то, чтобы делали это регионы. То, что делает Краснодарский край, у него свой контракт с Академией. Он заказывает 50 специалистов в области спорта на базе Академии. Они и у него готовятся. Под спорьем в отборе талантливых спортсменов будут спартакиады, отметил Путин. Это должно быть яркое общенациональное событие. Напомню, что еще в 2013 году мы приняли решение о проведении летних и зимних всероссийских спартакиад по дисциплинам, входящим в олимпийскую и паралимпийскую программы. Однако это решение так и не было до конца реализовано на практике, хотя все возможности для этого есть. Мы предприняли скромные попытки это реализовать, но так в полном объеме этого и не сделали. Надо предусмотреть возможность участия и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы. Сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов. Прошу правительства обеспечить подготовку и проведение таких спартакиад. Первой площадкой для проведения спартакиады готов стать Краснодарский край. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура. А на примере Сочи Кубань уже доказала, что может быть центром спортивного притяжения. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Денис Перец и Артем Лычко. Кубань-24 Краснодар. Освобожден от занимаемой должности. Свой пост покинул вице-губернатор Юрий Гриценко. Распоряжение сегодня подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Бывший заместитель руководителя края подозревается в превышении должностных полномочий. Ранее Вениамин Кондратьев обращался в следственные органы с просьбой ускорить расследование дела в отношении Юрия Гриценко. Напомню, он курировал строительную отрасль и архитектуру. В его зоне контроля также находились ведомства ГУЧС. В своих выступлениях губернатор Кубани не раз говорил о том, что в органах власти неприкасаемых не будет. Закон для всех один. Кто бы какую должность не занимал неоднократно, отмечал Вениамин Кондратьев. А в Сочи сегодня во всех школах прозвенели последние звонки. Почти 2000 выпускников 11 классов попрощались со своими учителями и одноклассниками. Последний звонок. Это всегда трогательный момент прощания со школой. У выпускников, а в 24 школе 2 11 класса была возможность завязать ленточки на дереве желаний с самой заветной мечтой. Сейчас, наверное, все не думают об одном – успешно сдать единый госэкзамен. Хорошие воспоминания, я думаю, останутся в дальнейшем. Все замечательно. И в дальнейшем планы – хорошо сдать ЕГЭ и поступить. Да, это самое главное. Но сосредоточиться предстоит чуть позже, а пока первоклассники подарили 11-классникам красные шары. Их решили выпустить в небо, которое сегодня словно по заказу было ясным. Вот так же, как улетающие в небо шары, каждому выпускнику предстоит шагнуть в неведомый пока взрослый мир, где учителем уже станет сама жизнь. Глава города Анатолий Пахомов пожелал ученикам 11-х классов хорошо сдать экзамены и вернуться уже после окончания вузов домой. Вы должны знать, что малая родина всегда вас ждет и будет очень рада, если вы все-таки выберете местом проживания для себя свой любимый город, свою малую родину – Сочи. Здесь есть чем заниматься. Здесь каждый день открываются все новые и новые места рабочие, даются возможности для любого человека. Прощальный школьный вальс. Он всегда исполняется во все времена. Как и последний звонок, который еще раз напоминает о том, что 11 лет упорного школьного труда подходит к завершению. И помните всегда, что с вами появляла, не было бы вести. Ребята уходят на свой последний классный час, чтобы еще раз сказать своим учителям слова благодарности. Прощаемся со школой – это последнее чувство, которое запомнится, мне кажется, навсегда. И, конечно, сложно прощаться со школой. Даже сейчас до слез очень. Грустно, естественно, но впереди вся жизнь. Поэтому не надо расстраиваться, надо идти только вперед с высоко поднятой головой, радоваться всему. Еще все-таки поступление в университет. Волнительное и трогательное утро было сегодня для 35 тысяч сочинских школьников. На торжественных линейках, посвященных празднованию последнего звонка, также чествовали более 7 тысяч первоклассников, которые завершили свой первый учебный год. 26 тысяч учащихся начальной школы перешли в следующий класс. В гимназии номер 8 выпускники так не хотели прощаться с привычной школьной жизнью, что по сценарию не смогли найти школьный звонок. Только после поздравления учителей и школьного вальса, после награждения лучших выпускников гимназии, последний звонок все-таки прозвучал. Последний звонок – это еще и окончание учебного года. Для большинства мальчишек и девчонок наступила дивная пора летних каникул, когда ребята смогут отдохнуть в выздоровительных лагерях, провести время в походах и на летних спортивных площадках. Сегодня вся страна отмечала День славянской письменности и культуры. Этот праздник совпадает и с праздником православным. 24 мая церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита. В Сочи дату впервые отметили крестным ходом, в котором приняло участие полторы тысячи верующих горожан. Начался праздник во Владимирском храме. Перед началом крестного хода здесь прошло торжественное богослужение. Православные прославляли создателей славянской письменности – святых Кирилла и Мефодия. Братья были монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, и в этом году ей исполняется 1154 года. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кроме того, братья греки перевели на славянский язык Евангелие, апостол и псалтырь. Сегодня этому празднику посвящаются научные форумы, проводят фестивали, выставки, поэтические чтения и другие культурные мероприятия. Тема – это духовное единство, сплочение славянских народов и почитание великого культурного наследия, отмечают священнослужители. Для нас этот праздник очень важен, так как этот день мы считаем основополагающим днем нашей культуры. Это то, что действительно стало основой, корнями нашей нации, нашего самоопределения как национальности, народа, идентичности нашей. Крестный ход – это то священное мероприятие Церкви, когда мы освящаем наш город святыми молитвами, когда мы просим у Бога благословения, просим мира, просим здоровья. Несмотря на будний день, принять участие в крестном ходе пришли более тысячи верующих сочинцев, в том числе и мэр курорта. Все горожане единым движением поддерживают друг друга, и это действительно хорошая традиция. Я думаю, таким образом все горожане Сочи говорят о том, что мы верующие люди и полностью поддерживаем все православные праздники. Крестным ходом горожане прошли по всему центру Сочи – от храма Равноапостольного Владимира до собора Михаила Архангела, где и завершилось торжественное мероприятие. Обязательно. Крестный ход – он нужен, крестный ход. Это для спасения, это для города благодать. Многим не понять этого. Это такое вдохновение души. Колокола звонили, даже солнышко вышло. Крестный ход – это святое для верующих людей. Это событие в городе Сочи нечасто это бывает. Собраться вместе и так далее. Крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и святым Кириллу и Мефодию, в Сочи прошел впервые. Теперь же такое празднование церковно-государственного праздника на курорте станет новой традицией. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. В Адлере в результате ДТП погиб человек. Авария произошла накануне на улице Ивановская. По предварительным данным, 41-летний водитель БМВ двигался с высокой скоростью по мокрой дороге. На повороте не справился с управлением, врезался в металлические отбойники и вылетел в обрыв. Водитель скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Продолжаем. Итоги зеленой весны подвели в Адлерском районе. Всероссийский экологический субботник прошел 29 апреля. Самым активным школьникам вручили обещанные призы. Электронную книгу, фотоаппарат и седьмой айфон. Вторая жизнь автомобильных покрышек оказалась сказочной. Старые шины стали юбкой принцессы. Рядом верные гномы. Неподалеку мельница и огромная цветочная корзина. Все это двор обычной пятиэтажки. Ее жители вместе с домоуправлением решили не ограничиваться санитарной уборкой. Все сделали своими руками и не намерены останавливаться. Дети и жители этого дома загорелись новыми идеями. И спустя некоторое время и жители города, и сами жильцы увидят новые задумки наши интересные, которые порадуют, я думаю, всех. В уборке района приняли участие работники адлерских предприятий. К организованным группам присоединяли жители домов, соседи по улице в селах, студенты, школьники, а также их родители. Было собрано почти 100 тонн мусора, покрашены детские площадки и скамейки. В преддверии субботника в районных школах объявили конкурс. Надо было вывести на уборку как можно больше людей, сделать фото, разместить его в соцсетях и ждать итогов голосования. 20 лучших фоторабот, которые набрали большее количество лайков в интернете, были представлены в полуфинале. Второй этап голосования в группе «Зеленая весна-2017» в Адлере определил победителей. Поздравить их приехал глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, субботник стал для школьников занимательной игрой. А тем не менее, ребята сделали значительный вклад в проведение успешного летнего сезона. Мы в прошлом году приняли с вами 6,5 миллионов гостей. Это рекорд. За всю историю курорта Сочи такого количества у нас гостей не было. И гости к нам приезжают исключительно потому, что у нас чисто, потому что у нас ухоженно, потому что у нас очень чистый воздух и потому что у нас просто красивый город. В итоге все три призовых места завоевали ребята из средней школы номер 66 села Молдовка. Мы объединили всех, не только наших учащихся, но и родителей, жителей села. И они все вышли на субботник и убирали не только территорию нашей школы, но и за ее периметром. Главный приз 7-й айфон достался Кристине Ральян. Лев Андрушко получил цифровой фотоаппарат, а Анна Колян – электронную книгу. Еще 20 участников отмечены благодарственными письмами главы администрации Адлерского района. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сегодня в санатории знания подвели итоги очередного учебного года в Народном университете города Сочи. Он существует уже больше четырех лет. За это время слушателями уникальных курсов, которые проводят абсолютно бесплатно, стали тысячи человек категории 55+. Очередной учебный год в Народном университете города Сочи позади. Сегодня его руководители, лекторы и слушатели подвели итоги этой сложной, но такой важной работы. Поменять отношения и молодежи, и людей средних лет, и самих представителей старшего поколения к этому периоду жизни. Миссия Народного университета заключается в том, чтобы вовлекать людей старшего поколения, ну, как правило, это возраст от 55 до 70-75 лет, в активные социальные проекты, а сочницы старшего поколения очень часто люди с большим жизненным опытом, с хорошей производственной практикой, очень часто с опытом руководящей работы. И, конечно же, именно эти люди – это золотой фонд курорта. Одна из главных задач Народного университета – повышение качества жизни людей старшего поколения. В ходе занятий, которые университет, кстати, проводит абсолютно бесплатно, слушатели получают новые знания и делятся своим уникальным жизненным опытом. У нас сегодня работают компьютерные курсы, у нас сегодня преподают английский язык и много факультетов. Это факультет здоровья, психологии, краеведения, правовой факультет, ну и так далее. Очень довольны слушатели. С каждым днем их становится все больше и больше. А значит, в городе становится все больше представителей старшего поколения, активных участников общественной жизни. Кстати, опыт Сочинского Народного университета изучают уже в более чем 40 регионах России. Все дело в том, что Сочи, а конкретно Санаторий знания, уже два года подряд принимает Всероссийский слет народных университетов. Ну а новый учебный год начнется уже в сентябре. Кстати, планируется открытие новых факультетов – танцевального, здоровительного и прикладных искусств. Народный университет ждет новых слушателей, а самые активные по итогам года сегодня получили благодарственные письма. Международный весенний арт-фестиваль «Адлер-2017» подводит итоги. Мероприятие включает в себя выставку дизайнерских работ и изобразительного искусства, конкурсы и творческие акции. Уже в шестой раз площадкой для фестиваля становится галерея «Курортный парк». Она расположена в помещении рекламного агентства «Прайм-Эс» в административном корпусе «Адлер-курорта». Жители и гости Сочи могут бесплатно ее посетить до 26 мая. Живой музыкой и впечатляющими экспонатами галерея «Курортный парк» встречают участников 20-го дизайн-форума «Сочи-2017». Среди гостей известны искусствоведы, преподаватели, академики, в общем, мастера, которых не так-то просто чем-то удивить. Но председателю Оргкомитета и хозяйке фестивальной площадки, директору рекламной группы «Проспект» Наталье Изинькович, это всегда удается. Несколько лет упорной работы, вложения знаний и души привело к созданию в Адлере уникальной галереи. Вот уже много лет она собирает уникальную коллекцию, состоящую из артефактов, фотографий, документов, которые раскрывают неповторимое своеобразие этого места. И лично меня, например, всегда притягивает эта экспозиция, потому что в ней появляются какие-то новые элементы. Наряду с коллекциями значков, этикеток, спичечных коробков, посвященных космонавтике, захватывающими фотографиями, сделанными летчиком-космонавтом, героем России Сергеем Рязанским, можно увидеть артефакты прошлого века. Это знакомые старшему поколению вещи, интерьеры, коммуналок и даже фронтовые письма. 19 мая в галерее «Курортный парк» в рамках 6-го весеннего международного арт-фестиваля «Адлер-2017» открылась и выставка дизайнерских работ и изобразительного искусства. Свои современные задумки на конкурс представили учащиеся художественных учреждений, студий, клубов из более 10 регионов России, а также Республики Абхазия. Оценивали творчество юных мастеров, члены Союза художников, доктора искусствоведения и профессора кафедры дизайна. Дизайн проекта тоже разнообразный. Это и в номинациях дизайн среды, дизайн архитектурной среды, графический дизайн, дизайн костюма, проектная графика от жюри гибко подходила к оцениванию. Это очень щепительный момент, когда студенты и преподаватели участвуют в каком-то конкурсе. Они, конечно, надеются и на победу, или на какой-то диплом, или хотя бы на то, что их как-то оценят. Потому что это труд, это большой труд. Это где-то проект, один проект делается примерно полгода. Участвуя в арт-фестивале, студенты составляют себе хорошее портфолио. По итогам конкурса в каждой номинации возрастной категории определяются обладатели диплома в трех степеней. А такие награды помогают в дальнейшем при поступлении в ВУЗы и профессиональные творческие союзы. Работы участников фестиваля остаются в галерее «Курортный парк». Посетить ее можно в будни с 10 до 17 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Студенты Международного инновационного университета показывают высокие спортивные достижения. Сегодня в ВУЗе состоялась традиционная ежегодная встреча с чемпионом мира по самбо и куратором спортивного направления в университете. Руководство Международного инновационного университета придает огромное значение развитию физической культуры и спорта. Библиотека ВУЗа насчитывает сотню книг по здоровому образу жизни, психологии спорта и правильному питанию. Большинство научных трудов написаны профессором университета, куратором спортивного направления, чемпионом мира по самбо Владимиром Дутовым. Кто спортом занимается, это же как идет тренировка, тренировка жизненных, потом каких-то навыков, которые потом по жизни дают продвижение вперед. Все равно это тренировка, это не тренировка мышц, а это тренировка все равно электронной начинки тех нейросвязей, которые в мозге. Поэтому спорт, конечно, очень важный. И у нас очень много спортсменов в нашем университете. О важности спорта в жизни каждого человека Владимир Дутов говорит и во время встреч со студентами. Они проходят в Международном инновационном университете каждый год. Представители так называемой элиты ВУЗа рассказывают о своих тренировках, спортивных достижениях и как им удается совмещать спорт с учебой. Третья курсница Мария Цаканян, например, обучается гостиничному сервису и является многократной чемпионкой российских и международных турниров по большому теннису. Международный инновационный университет, он любит своих спортсменов. Он в них уверен, что немаловажно для любого спортсмена, когда в него верят. Ты вдохновляешься на новые подвиги, пытаешься радовать университет своими победами, выступлениями. А такие мероприятия помогают нам, наверное, порадоваться друг за друга. Что самое главное – верить также друг в друга и восхищаться результатами. За активную пропаганду здорового образа жизни и высокие достижения в спорте администрация ВУЗа наградила студентов кубками и почетными грамотами. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня свою работу начал крупнейший в городе строительный форум «Строительство и благоустройство-2017», организатором которого выступила выставочная компания «Сочи-Экспо». Форум продлится до 26 мая в выставочном центре Уморпорта. Участники строительного форума – десятки крупнейших организаций со всей страны. Ежегодная выставка компании «Сочи-Экспо» завоевала авторитет знакового мероприятия строительной тематики. Здесь встречаются и налаживают сотрудничества специалисты строительного комплекса, органов власти и заказчики. Надеюсь, что совместно ваша работа и наша работа будет способствовать еще большему развитию строительной отрасли, которая в Сочи является не только экономикой и градообразующей, но и тем сегментом экономики, который способствует развитию рядом стоящих отраслей. В ходе мероприятия будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных со строительством и эксплуатацией жилых помещений. В частности, будут обсуждаться проблемы качества строительных материалов, ценообразования, применения госстандартов, квалифицированной рабочей силы и добросовестных застройщиков. Это очень серьезное мероприятие, поэтому мы стремились на него попасть. Для нас это крайне важно, потому что мы только выходим на рынок газонных трав. Так что для нас данный форум является возможностью завести партнеров, найти клиентов, ну и также показать и продемонстрировать себя. Деловая программа насчитывает массу семинаров и мастер-классов. Сама же выставка разделена на тематические разделы архитектура, строительство, благоустройство, ЖКХ, экология, безопасность, спецтехника. Здесь представлены современнейшие строительные и отделочные материалы, инструменты, климатические системы, тепло, газоэнерго и водоснабжение. Все для загородного домостроения, ландшафтного дизайна, дизайна интерьера. Эти направления заинтересовали и непрофессионалов. Мне это, да, тоже пригодится. Многие нюансы я взял себе на заметку. Буду применять строительство своего дома. Каждый человек может прийти и посмотреть, ознакомиться с новыми технологиями, которые продвигаются в строительстве, развивается строительство. И просто обычный, можно сказать, даже обыватель может прийти и все это увидеть. Форум строительства и благоустройства 2017, организатором которого выступила компания «Сочи-экспо», будет работать до 26 мая включительно, с 10 до 18 часов, в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Ольга Десятого, Ингагабешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Революция в сфере остекления. Компания «Битанго» презентовала на выставке строительства и благоустройства систему безрамного остекления европейского образца. Без порога, без подшипников, без роликов. Главный принцип системы панорамного остекления – это скольжение. Инновационный для российского рынка продукт полностью меняет представление о красоте и комфорте. Безрамное остекление именно изобретено для чего? Чтобы вот этот панорамный вид люди наслаждались круглый год. Эта система, она катается по низу, вся опора идет на низ и за счет скользящего покрытия. Поэтому она не требует технического обслуживания какого-либо дополнительного. Мы даем гарантию 5 лет, это говорит о чем-то. В этом году уже здесь будет производство, и сочницы могут достаточно быстро получать вот эти интересные, красивые изделия. Система безрамного остекления считается новинкой. Продукция испанского производства вышла на конвейер в 2014 году. Предусмотрены здесь и москитные сетки, как на одну створку, так и на весь проем, вплоть до 45 квадратных метров. Система может работать вручную и автоматически. В Сочи представительство компании «Битанго» открыто на улице Гагарина, 72С в районе Моремола. Там же можно ознакомиться с полноразмерными образцами. Бесплатный телефон по России 8 800 350 02 95. Все для защиты предприятий, частной собственности. На выставке строительства и благоустройства свои услуги представила сочинская компания «Профбезопасность». Свою работу компания «Профбезопасность» начала в 2009 году как небольшая монтажная организация. Сегодня это предприятие, которое специализируется на продаже, установке и обслуживании технических средств безопасности. Это оборудование для систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, сетевого оборудования, спутникового и эфирного цифрового телевидения и многого другого. Все это смонтированное оборудование представлено на выставке строительства и благоустройства. Часть представленная для предприятия – это антитеррористическая защита, арочные металлодетекторы, позволяющие идентифицировать пронос металла. Дальше турникетные группы, которые у нас ограничивают доступ на предприятие, автоматически фиксируя попадение нашего сотрудника на территорию предприятия. В арсенале компаний более 5000 реализованных проектов, как частного, так и государственного масштаба. Кстати, на выполнение работ клиентам направляются технически грамотные специалисты, имеющие более чем 20-летний опыт. У нас присутствует как гарантия, безусловная замена оборудования, если оно выходит из строя во время гарантийного периода, и непосредственно гарантия на монтаж. Именно поэтому у нас вот так вот поток клиентов, клиенты наши постоянные, работаем как с конечниками, так и с госструктурами, крупными предприятиями. С продукцией компании «Провбезопасность» можно познакомиться на выставке. Найти магазин по адресу улица Рос, 115, дробь 1. Сделать заказ можно и на сайте profbes.pro. Ольга Десятого, Ирина Трусова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Свою продукцию на выставке в Сочи представила и компания «Ренессанс Вудс». Природная твердость дуба, традиционная прочность металла, надежный сплав благородства и долговечности – все это можно сказать о продукции компании «Ренессанс Вудс». Предприятие производит уличную мебель, основательную, комфортную и практичную. Она придаст участку, террасе или летнему кафе особую атмосферу изысканности и уюта. При производстве мебели мы используем высококачественные натуральные материалы. Наша мебель предназначена для кафе, ресторанов, террас. Может эксплуатироваться в любых климатических условиях. Наша мебель изысканная и элегантная. Приобретайте и наслаждайтесь качеством и красотой. Мебель складывается одним движением и не занимает много места, что удобно при хранении и транспортировке. Природная экологичность и долговечность, эргономичный дизайн, стильный внешний вид отличают продукцию «Ренессанс Вудс». С ней подробнее можно познакомиться на выставке строительства и благоустройства или на сайте предприятия «ренессансвудс.ру». И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...